А звезды, чем у меня идёт? А звезды, чем у меня идёт? Под космическую музыку Александр старательно моет машину. Парень лишился обеих рук в 6 лет после удара тока. Хотел спасти собаку, которая забралась под электрощиток, и получил 13 тысяч вольт. К 24 годам он пережил больше 15 операций и поставил перед собой высокую цель. Собрать хочу себе на протезы, которые хотел. Но один протез очень дорого стоит. Только один протез, 2,5 миллиона так и стоит. Но мечта разбилась об одну фразу – «Мы не можем вас взять». Это он слышал в каждом новом отделе кадров. Признаётся, очень сложно было найти место, где его примут. Были сомнения, конечно, но потом он поработал неделю-две. И он там и на объекте порядки наводил, и машины мыл, никто не жаловался. Поэтому мы решили, что в этом нет ничего такого. Некоторые с руками помощи стоят, просят на улице. А он без рук проявил такую инициативу и решил работать. Работы много. Чтобы справляться, Александр держит себя в форме. Занимается футболом, ходит в бассейн. Спорт помогает ему не падать духом. Честно говоря, бывало случаи такие, да, то, что очень трудно, тяжело было. Прям чуть и хотел самоубийством закончить, но нет. До этого я потом очень быстро включал голову, что нет, нельзя падать. Надо наоборот выше подниматься. Оставаться бодрым и заряженным Александру помогают близкие люди. С Дарьей он познакомился в интернете. Два месяца переписывались в сети, потом все же встретились. Сначала переписывались, потом встретились. Он приехал с цветами. Для меня было это очень удивительно, потому что мне ни один мужчина не дарил цветы. Пока ребята живут в коммуналке. Планируют, что через 3-4 месяца смогут снять квартиру. А ближе к Новому году сыграют свадьбу. Да, если вы с инвалидностью, все равно. Вы такой же человек, как и все. Не надо падать духом. Наоборот, помните о том, что надо стремиться к хорошему, надо подниматься. Как бы трудно ни было, но доказать себе, не кому-то другим, а доказать себе, что ты можешь. Александр не привык обращаться за поддержкой. Говорит, что с любыми тяготами справится сам. Для тех, кто готов принять помощь, в регионе есть 8 центров социальной поддержки, 14 комплексных центров социального обслуживания и 6 стационаров. Самое простое – обратиться в учреждение по месту прописки. Да, действительно, мы иногда сталкиваемся с проблемой некой инертности, которая присутствует у этих людей. Но мы понимаем, в какой именно жизненной ситуации они оказались, и стараемся оказывать ему всевозможную помощь, в том числе и помощь по психологической поддержке. Здесь все решает индивидуальный подход. Специалисты социальной службы взяли на контроль ситуацию Александра и готовы помочь ему разобраться в мерах поддержки и льготах для покупки нового протеза. Мы будем следить за развитием событий и позже расскажем, как изменилась жизнь нашего героя. Кирилл Грапеняк, Максим Чинкин, ТВ21+. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!